В Кызыле прошли публичные слушания по проекту пятилетней муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы. На собрании городские власти познакомили участников с основными положениями программы, условиями участия дворов в благоустройстве, рассказали о заявках, поступивших по итогам собрания от многоквартирных домов. Привлечение вне бюджетных денег, возможно, участие предпринимательского сообщества. То есть самые разные варианты. Чтобы это получился проект, который будет реализован из самых разных источников, и он, соответственно, будет ценен самыми разными категориями населения. То есть хороший проект, который мы должны продолжить точно так же, как в этом году. Также на слушаниях были озвучены предложения благоустройства на следующий год. Студенты Медколледжа за футбольное поле, Тувинский госуниверситет за обустройство стадиона, 5-я гимназия Кызыла за сквер, столичная мэрия за благоустройство зеленой зоны и поколенина между улицами Чульдума и межмикрорайонной, а также установку автобусных остановок. В свою очередь администрация 12-й школы Кызыла выступила за новый сквер воинам-интернационалистам возле образовательного учреждения. По словам директора школы, на проект потребуется около 10 миллионов рублей. Но моральная составляющая в плане патриотического воспитания подрастающего поколения и обновленной зоны школы будет бесценно. Предполагаем, что это будет местом досуга и отдыха для жителей ближнего микрорайона. Потому что в ближнем микрорайоне, к сожалению, такого благоустроенного, безопасного места нет. Вокруг школы предполагается, что будет велодорожка, а также место для катания на роликах детей. Там будет зеленая зона и также автопарковка для родителей нашей школы и также педагогов. Для того, чтобы эта автопарковка была организованная и безопасная. По итогам слушаний, общественная комиссия города определит перечень работ по благоустройству на следующий год.